У современных христиан многое совсем не так, как у христиан прошлого. И это касается не только быта, но даже и чудес. Как-то вечером в кругу друзей стали вспоминать разные случаи помощи Божией, когда в обычной ситуации события начинали развиваться неестественным образом, вопреки всякой житейской логике, что потом послужило к духовным переменам участников этих событий. Один из друзей вспомнил историю, когда он только пришел в церковь и ехал с кого-то дня рождения немного под шофе, хотя и знал, что пьяным садиться за руль нельзя. Но время было позднее, он торопился, а дома ждала семья. Единственное, что сделал необычного, то, садясь за руль, прочитал молитву выходящего из дома, которую недавно выучил. «Отрицаясь тебе, сатана, гордыни твоей служению тебе, сочетаясь с тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Сел, помолился, ремнем безопасности пристегнулся, дорогу перекрестил и поехал. Выезжает на кольцо, а там на обочине около десятка машин. Сотрудники ГИБДД устроили неожиданную проверку и тормозили всех подряд. Гаишник машет ему палочки, мой друг останавливается и думает, ну конец мне, выпишут большой штраф, а может и прав лишат. В это время сотрудник ГИБДД неожиданно останавливается на полпути и вместо того, чтобы проверять его документы, знаком показывает ему, чтобы он поскорее уезжал. Сначала мой товарищ не поверил, а потом видит, как тот решительно машет ему, давай, мол, не задерживай, нажал на газ и уехал. И с тех пор много лет ни разу больше пьяным за руль не садился, потому что в эту самую минуту вдруг ясно понял, что Бог был с ним. Другой рассказал, что когда они с женой жили на съемной квартире, и он перебивался случайными заработками, денег постоянно не хватало, как-то раз сняли они однокомнатную маленькую квартиру, оставшуюся от бабушки учительницы. Квартира была завалена старыми книгами и учебниками, которые были не только в шкафах, но и на подоконниках, и на полу. Племянница, сдававшая квартиру, говорит, книги можно перетаскать в гараж к соседям, мы потом заберем, а вещи из шкафов можете взять себе или выбросить, нам они не нужны. Потом мой друг неделю таскал книги в гараж, а старые вещи на свалку. Все в квартире прибрали, отмыли, стали жить. А на выходных приехала хозяйка посмотреть, как они там устроились. Залезла на антресоли, за какой-то бабушкиной старой ступкой, и среди покрытого пылью хлама неожиданно нашла завязанную в узелке шкатулку, в которой оказалась целая куча старинных золотых украшений, пролежавших там неизвестно сколько лет. Какая несправедливость, подумал этот человек. У них с женой денег нет, а еще ждут первенца. Как бы им это все богатство пригодилось. И в это время, как назло, с работы ему отказали. И он вот прямо взял и обиделся на Бога. Пришел в храм, и давай Богу высказывать, что он совсем о них не заботится. Ведь если бы заботился, мог бы это золото, которое он мог запросто выбросить, им отдать. А когда после службы пошел с тяжелым сердцем из храма обиженный и пытался хоть как-то молиться, вдруг ему пришло на ум, что Бог всегда с ними и никогда их своей заботой не оставляет, что ничего чужого желать никогда не надо, потому что все Господь пошлет в свое нужное время. А если они не будут всего в жизни добиваться сами, своим трудом, счастье им не видать, как своих ушей. И после вот этих неожиданных мыслей стало ему хорошо и покойно на душе, что он положил себе в сердце, как бы не было потом трудно, никогда ничего чужого себе не желать, а трудиться не покладая рук и надеяться только на одного Бога. Самое удивительное в этой истории, что на следующий день, как он так подумал, ему позвонили оттуда, где вчера отказали, предложили работу лучше той, на которую раньше рассматривали. Предлагали ему временную, а взяли уже на постоянную. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...